Сезон ярмарок выходного дня открылся в мае в Хабаровском крае. В частности, в региональном центре для сельхозтоваропроизводителей работают две крупные площадки. Эти ярмарки важны торговый формат для развития экономики комфорта граждан. В них принимают участие фермерские хозяйства, предприятия рыбодобывающего комплекса, пищевой, перерабатывающей промышленности, граждане, которые ведут личные подсобные хозяйства из Хабаровска и других муниципальных районов края. Ярмарки выходного дня уже полюбились жителям края. Так, в прошлом году, с мая по октябрь, на них было продано около 950 тонн продукции. 75% овощеподовой, 12% мясной, 5% меда, также 5% продукции предприятий пищевой промышленности. Это хлеб, яйца, молочная продукция, 2% рыба и 1% пищевых лесных продуктов. Это грибы, ягоды свежие и в обратном виде. Как проходят ярмарки в этом году? Каковы условия для реализации продукции? И не только давайте обсуждать. В студии Светлана Кравец, заместитель председателя комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края. Доброе утро. Доброе утро. А сколько у нас в крае вообще будет работать ярмарок и где? 94 ярмарки на территории Хабаровского края, на которых организовано 4300 торговых мест. Из них 2100 – это места непосредственно для сельскохозяйственных товаропроизводителей. А в Хабаровске сколько? В Хабаровске будет 2, вернее сейчас уже работают 2, как вы сказали. Это Экодом и торговый центр Выборгский. Но у нас есть очень хорошая новость для сельскохозяйственных производителей. У нас в этом году в июне, 22 июня, будет, заработает новая площадка – это торговый центр «Ореховая сопка», где будет организовано 30 торговых мест. И мы сейчас с Хабаровским районом прорабатываем вопрос еще открытия дополнительной ярмарки выходного дня в ДК «Русь». Удобно. Она всегда, да, пользовалась спросом. Это Южный микрорайон, и я думаю, что там будет 50 торговых мест. А вот предприниматели какую продукцию выставляют? Как вы и сказали, в основном это, конечно же, овощи и фрукты, товары животного происхождения, пчеловодство, наши предприятия пищевой перерабатывающей промышленности, ну и немного, совсем немного – это лесные продукты. Что касается Хабаровска, из каких районов приезжают? Потому что, естественно, мясные фермы на территории города не находятся. Это районы имени Лазо, да, наверняка, вот южные в основном? Районы имени Лазо – это 50% всех продавцов на наших ярмарках. Это 18% где-то Хабаровский район, вернее, 30% Хабаровский район, 18% город Хабаровск. И всего 2% приходят на все остальные районы – это Вяземский, Бекинский, Инанайский районы. В любом случае, мы всегда с большой радостью, и ажиотаж даже какой-то бывает, когда вот все идут на ярмарку выходного дня. Почему? Потому что свежая, потому что вот у нас грядки. Но по факту, вот эта свежесть, качество продукции, оно каким-то образом проверяется? Ну, во-первых, обязательно проверяется в момент подачи заявки, что действительно у продавца есть личное подворье, или это сад, или огород. Обязательно на животную продукцию предоставляются документы ветеринарные. Вторым этапом проверки – это обязательно на самой ярмарке выходного дня работают ветеринарные службы, которые в 6.30 начинают собирать и делать отбор всей продукции, которая будет выставлена на ярмарке в этот день, в день продажи. Проверяют ее, и всем продавцам выдается документ, который могут потребовать или попросить все покупатели, и они обязаны предоставить это как медицинская справка, так и сертификат, и соответственно, на ту продукцию, которую они сегодня торгуют. А вот так вот, скажешь, что называется, в поле это вообще реально проверить? В поле нереально проверить. Для этого есть специальные службы. Все, есть специальные службы, да. Ну, не просто там пощупал, понюхал, посмотрел, вроде нормально. Ну, конечно же, есть. Если это огурец, то он должен пахнуть огурцом, если это помидор, то, понятно, должен быть свежий запах помидор, ну, на вкус и цвет. Одно дело, когда, да, вот видно, что это помидор, но бывает ведь так, что фермеры, они могут не только свою продукцию продавать, но бывает и так, что некоторые грешат, покупают китайскую, да, например, и выдают ее за свою. Вот здесь как-то можно проверить тот факт, потому что люди ведь приходят специально на эти ярмарки, чтобы купить как раз местную продукцию, в которой нет никаких нитратов и прочего. Ну, да, к нам иногда обращаются жители Хабаровска о том, что на самом деле на ярмарках стоят перекупы, у которых совершенно не их продукция. Хочу сказать, что да, действительно такие прецеденты бывают, но в основном это все-таки продукция наших производителей, потому что индивидуальные предприниматели, которые занимаются куплей-продажей, на ярмарке выходного дня не допускаются. Если говорить о том, что как отличить, не отличить, мы очень часто разговариваем и задаем этот вопрос нашим ветеринарным службам, невозможно отличить. Но при этом, значит, мы вот на последнем совещании, которое проходило у нас в комитете, мы обговаривали этот вопрос, и депутаты нам тоже задавали резонно такой вопрос. И мы в данном случае, в этом году, всех, кто выходит на ярмарки, обязали, если это продукция не собственного производства, будем так говорить, они обязательно на ценниках должны указывать страну-производитель данного вида. Ну, допустим, помидоры сейчас, да, помидор сейчас очень много, они все привезенные, и на ценниках у нас у всех предпринимателей написано, что это, допустим, помидоры из Азербайджана. Но понятно, что если уж предприниматель идет на такие ухищрения, да, выдавать продукцию привозную за свою, то, возможно, он и не будет ставить такую маркировку, если такого не происходит. Для этого у нас есть, опять же, двухступенчатый контроль. Первый контроль – это непосредственно те организаторы, которые с нами работают, это непосредственно администратор торгового дома, и в том числе наш специалист, который обязательно каждый день выходит на ярмарку, проверяет, смотрит, мы уже, ну, глаз набитый для того, мы профессионалы, мы уже знаем, где какая продукция, поэтому заставляем, если не хотят, обязательно выставлять ценники с ценой и со стороной происхождения, если это не его продукция. А места еще предоставляются? Есть, места еще есть, но хочу сказать, что в этом году вот прям активно сразу начали сельхозтоваропроизводители выходить на ярмарку. Мест немного, но вот надеемся, что следующие наши торговые площадки нам помогут удовлетворить спрос всех-всех-всех желающих. В общем, всех приглашаем на ярмарки выходного дня для того, чтобы приобретать местную качественную продукцию. Это, кстати говоря, один из стимулов в выходной день проснуться пораньше, потому что туда нужно ехать. В первой половине дня. Что, говорится, со стороны, для того, чтобы успеть самое свежее, самое лучшее забрать и не проспать, собственно говоря, можешь весь день. Напомню, у нас в гостях была Светлана Кравец, заместитель председателя Комитета потребительского рынка пищевой перерабатывающей промышленности правительства Хабаровского края.